Да, я бы вот хотел привести аналогию с пауком. Знаете, паук, он же свою жертву не ест, он ее выпивает. Я не специалист по насековым, но, насколько я знаю, он впрыскивает яд, там это в мухе, этот яд все, и там это растворяет, потом он ее выпивает, оболочка хитиновая остается. Вот Турция — это яд. Сейчас впрыснули, чтобы у нас все вот тут бурлило, кипело, потом разделят. Я бы хотел, вот до рекламы был отрывочек по Эрдогану, да, прицепиться к двум моментам. Ну, во-первых, неспроста Россия появилась в одном ряду с Францией и с США. Если не в смысле слова риал-политик, то уж точно для местного населения эти две страны, США и Франция, представлены как враги. Ну, я был, когда путь, собственно, не досвершился, я был в Стамбуле, я видел, как сжигали чучело Гюлена, я видел, как сжигали американские флаги, как они орали, значит, там, долой США и так далее, и тому подобное. Вот этот образ, ну, про Францию говорить нечего, там все понятно. Этот образ врага, он поддерживается в рамках строительства имиджа Эрдогана внутри страны. Далее, конечно, там все выгодно, там договорятся, но внутри страны, понимаете, США и Франция это враги, и Россия сегодня посередине, понимаете, и это очень тревожный звоночек, это раз. Второе, мало кто заметил, ну, я не владею турецким, восполню этот пробел, чувствую, что в ближайшее время понадобится, но если перевод был правильный, то Эрдоган сказал, освободить от армян. Цитата, освободить от армян, когда нам господин Алиев говорит, что мы там будем жить вместе, мы, значит, покажем местным армянам, что такое настоящая, значит, богатая, благополучная жизнь, ну, я так, вольное изложение, то Эрдоган, который все, и многие эксперты говорят, что он рулит на самом-то деле, говорит, освободить от армян, это значит, мы возвращаемся опять к геноциду. Но здесь, опять-таки, надо очень четко формулировать, потому что какие территории, потому что там ряд азербайджанских районов после войны 94-го года. Он про Карабах говорил, к сожалению. Но он не уточнял, там жестко делится Карабах, на горный Карабах. Надеяться до последнего мы можем, на гуманность господина Эрдогана. Нет, я не в этом, просто чтобы нас не обвиняли в том, что мы что-то искажаем, либо передумываем. Я ничего не скажу, я вот как вижу, вот я вижу эту риторику, да, эта риторика абсолютно вот такая панк-тюркистская, агрессивная, и так. Значит, по поводу внешней политики России, вот хотел бы еще перескочить на эту тему. Я не разделяю, на самом деле, скепсиса, и считаю, что мы преуспели. Сегодня, в эпоху постправды, в эпоху нестабильности, в эпоху кризиса доверия, ну, посмотрите, что США творят, да, то вошли в СВПД, вышли, жонглируют, шантажируют. Это Россия все-таки в 2020 году, вообще ужасном году, она, значит, преемственна, она последовательна. Пожалуйста, Сирия, я помню, как в 2016-2017, да и в последующих годах мне говорили, не вывезите, кинете. Россия никогда ничего не доводит до конца. Россия, значит, прогнется под давлением Штатов и всего мира. Бросите в этого Асада, нафига он вам нужен? Не бросили. Сегодня Россия вышла победителем, вышла с колоссальным опытом переговорного процесса, с таким сложнейшим, понимаете, игроком, как Турция, я уже в этой студии, значит, говорил об этом. С Турцией абсолютно нереально договориться, но мы как-то пытались, мы степ-бай-степ, понимаете, освободили целый ряд территорий. Да, мы дошли до Идлиба, мы дошли до тупика, это такой же тупик, как Нагорный Карабах. И мы не знаем, что делать в Идлибе, так же, как мы... Но есть небольшое разница, в Нагорном Карабахе вглубь веков мы видим проживание армян, в Идлибе вглубь веков мы не видим проживание террористов. Да, но Турция... Да, сейчас собрались со всего мира очень разные террористы, правильно? Но Турция видит вглубь веков свои там интересы. Сколько километров они вошли на территорию Сирии в глубину для защиты туркоманов? Вся они оккупировали всю провинцию, вы поймите. Буфер 25-30 километров. Нет, буфер 30 километров, я границ. Мы, опять же, вся провинция под их петой. А мы, и это туркоманы. А мы интересы русских на Украине? Мы нельзя, нам нет, нет, что вы, нам сразу санкции влепят. Нам нельзя, мы не должны. Ай-яй-яй, что такое плохая Россия? Я чуть ни одних санкций против Турции не увидел за то, что они влезли прям с сапогами на 30 километров. Они убили российского пилота, были санкции, но не продолжить время. Турции, европейские санкции хоть какие-то были против Турции? Тоже не было. Знаете, Турция действует комплексно. Можно говорить о буферной зоне, о тех 25-30-40 километров, об окруженных турецких вот этих наблюдательных пунктах. А можно говорить о том, как они глубоко залезли идеологически. Да, 30 километров в буферные зоны, это как далеко доходит от российских границ? Это весь Донецк надо в буферную зону. Вот я про то же. То есть это уже буферная зона до Киева может делать. Вы понимаете? А еще же есть их проникновение идеологическое, их проникновение экономическое. И в этом смысле слова, конечно, нужно делать так, как делает Израиль, например. Вот почему мы все говорим, почему евреи пережили холокост, ну почему поддерживается Баку? Ну вот почему не армяне, вот почему они продают туда оружие и так далее? Ну потому что они не хотят лишаться плацдарма антииранского в Баку, понимаете? Они боятся. Да, поэтому они развивают Турцию, которая заявила, что Иерусалим их город. А да, опосредованно, конечно. Да, естественно, для них приоритет Россия. А уже Эрдоган сказал, что Иерусалим тоже наш город. Да, да, абсолютно точно. Но для них в приоритете это антииранская повестка, поэтому они будут помогать Баку. Я считаю, это большая ошибка. Я тоже так считаю. Для меня, как для евреев, вот то, что позиция государства Израиля, то, что они не признали геноцид армянского народа в Османской империи, у меня просто нет слов. Вот просто нет слов. Это запредельно.